добрый вечер всем сегодня мы читаем изучаем вместе книгу пророка михея 7 главу пожалуйста если у нас есть кто-то кто желает прочитать эту главу для нас жалко кто хочет может прочитать и она из вашей библии есть кто-то желающий кто может хочет нет никого нет кто-то может нет нет никого личка мы хотели бы прочитать на хорошо да если можете вот так же леночка с нами добрый вечер пророка михея 7 глава горе мне ибо со мною теперь как по собрании летних плодов как по уборке винограда ни одной ягоды для еды не спелого плода которого желает душа моя не стало милосердных на земле нет правдивых между людьми все строят ковы чтобы проливать кровь каждый ставит брату своему сеть руки их обращены к тому чтобы уметь делать зло начальник требует подарков и судья судит за взятки а вельможи высказывают злые хотенья души своей и извращают дело лучше из них как терн и справедливый хуже колючей изгороди день правозвестников твоих посещение твое наступает ныне постигнет их смятение не верьте другу не полагайтесь на приятеля от лежащий на лоне твоем стереги двери уст твоих ибо сын позорит отца дочь восстает против матери невестка против свекрови своей враги человеку домашние его а я буду взирать на господа уповать на бога спасения моего бог мой услышит меня не радуйтесь ради меня неприятельница моя хотя я упал но встану хотя я во мраке но господь свет для меня днев господин я буду нести потому что согрешил пред ним доколе он не решит дело моего и не совершит суд надо мною тогда он выведет меня на свет и я увижу правду его и увидит это неприятельница моя и стыд покроет ее говорившую мне где господь бог твой не смотрятся на нее глаза мои как она будет попираема подобно грязи на улицах в день сооружения стен твоих и в этот день отдалится определение в тот день придут к тебе из Осирии и городов египетских и от египта до реки ефрата и от моря до моря и от горы до горы а земля то будет пустынею за вину жителей ее за плоды деяний их паси народ твой жезлом твоим овец наследия твоего обитающих уединенно в лесу среди кормила да пасутся они на васани и галаади где где во дни древний как во дни древний как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела увидят увидят это народы и устыдятся и при всем могуществе своем положат руку на уста уши их сделаются глухими будут лизать прах как как змея как змея как черви земные выползут они из укреплений своих устрашаться господа бога нашего и убоятся тебя кто бог как ты прощающий беззаконие и не вменяющие преступления остатку наследия твоего не вечно гневается он потому что любит миловать он опять умилосердится над нами изгладить беззакония наши ты ввергнешь пучину морскую все грехи наши ты явишь верность якову милость аврааму которую склятвою обещал отцам нашим от древних одней первых аминь аминь замечательно спасибо большое и вот мои дорогие подходим вместе к разбору этой седьмой главы михея последняя глава этого пророческого божьего слова эту главу можно поделить на две части стихи с первого по седьмой и стихи с восьмого и до конца главы можно можно сказать что стихи с первого по седьмой описывают состояние общества в котором жил михей этот божий пророк и мы сейчас будем разбирать стих за стихом и мы увидим да какое было переживание его сердце и что господь ему сказал и как то что было сказано тогда в восьмом веке до нашей эры касается нас и нашей жизни сегодня это во первых во во вторых мы видим с восьмого стиха да это вот вторая часть этой главы где мы видим пророчество утешения при том что пророк михей предсказывал или поражение и наказание есть достаточно грозные пророчества которые мы уже прочитали в этой книге да но пророк завершает утешением для израиля пророк завершает божьим а благословением для своего народа это действительно очень очень глубоко то что мы сейчас будем вместе читать и разбирать итак давайте будем посмотрим с первого стиха пророк начинаться слов горе не да очень интересно такого как бы слова сочетания горе мне то есть пророк описывает свое внутреннее душевное переживание почему же ему горе за что он так волнуется почему он так говорит давайте прочитаем дальше ибо со мною теперь как по собрании летних плодов как по уборке винограда ни одной ягоды для еды неспевого плода которого желает душа моя то есть мы видим да что пророк мехи описывает свое душевное состояние и он сравнивает его с чем с летними плодами когда собирают виноград то есть он хочет показать что его состояние на тот момент когда он произносит это пророческое слово это состояние такое когда ни одной ягоды для еды нету спелого плода которого желает душа моя состояние такого вот душевного духовного опустошения до какого-то вот бесплодия какой-то вот духовного духовной пустыни да вот что описал пророк михей и теперь мы понимаем да что он это описывает и дальше как бы со стиха 2 да почему же он так говорит да потому что он был неравнодушный человек дорогие потому что он не просто автоматически как будто вот получал божье слово да автоматом передавал это народу нет он переживал это это проходило через его сердце это проходило через его мысли да он жил переживаниями своих людей которые пали в страшный грех он их обличал и когда он их обличал не делать так чтобы им сделать больно чтобы их уколоть чтобы чтобы сказать вот вы какие такие сякие плохие все такие а я вот такой один хороший нет это не тот подхода он солидарен со своим народом он переживает он горюет он не стоит в стороне от того что происходит со своим народом израиль вы понимаете да и для нас сегодня это духовный принцип да для нас сегодня духовный принцип да как мы чувствуем себя когда мы видим то что происходит 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 в нашем городе просто происходит в нашем штате то что происходит наш в этой стране и в любой другой стране где бы мы не жили да то есть мы мы должны не можем ставаться в стороне и думать что бог будет сам все делать конечно бог делает и без нас все будет делать, если ему угодно. Но мы должны принимать активное участие в том, чтобы призывать людей к Богу, призывать людей к покаянию, чтобы призывать людей к Библии, чтобы люди кайли, чтобы люди перестали делать злое, чтобы научились делать доброе. Прочитайте подобные места. Исаия первая глава, вся глава об этом говорит. То, что тут Михей говорит, это не что-то абсолютно что-то новое, что ни один из пророков не говорил. Это достаточно такой известный мотив у других пророков тоже. Но тут мы его видим как бы его личностное участие в этом. Горе мне, ибо со мною теперь. Вот это важно понять, потому что иногда люди воспринимают в Библии сеть пророков, что как будто они, вот Бог им сказал голосом или каким-то сверхъестественным образом, или видением дал. И вот они стали, и вот они пишут строчек, 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 пишут, говоря, да. То есть такое автоматическое восприятие пророковского слова – это не то, что было. Мы видим, что они действительно принимали это слово, но это проходило через их сердце и душу. И они выражали это слово так вот, как мы его видим в нашей Библии, в форме поэзии, в форме иногда молитвы, иногда псалма, иногда пророчества. Да, но, конечно, это все было Божье слово, да, но оно проходило через человека. Вот это важное понять. Потому что некоторые люди думают, что вот когда написано, да, что все писание Боговдохновено, да, что восприятие Боговдохновенности или как бы принятие этого откровения от Бога, оно вот как вот, вот просто вот все пришло ему вот сразу, и все. И вот он взял, как робот, это и выдает, да. Но так далеко не всегда было. Очень часто это было пророческое слово, откровение, видение, да. И пророк, который понимал это слово, принимал его сердцем, да, потом произносил, вот он его записывал, да. И во время этого он выражал как бы свои чувства, да, как псалмопевцы, как Давид, как сыны Кореевы, как другие псалмопевцы, да, псалмах. Правильно? То есть мы видим вот этот важный духовный ключевой момент, на который я лично обращаю внимание здесь, да. Вот, и, да, вот так вот, вот это мои мысли по первому стиху. Да, и, конечно же, мы видим, да, что используется тут метафора, да, сравнивается что-то с чем-то, кто-то, ситуация сравнивается с уборкой винограда. Да, понятно, что виноград есть и сегодня. То есть понятно, что это как бы реальная ситуация, которую пророк описал, так как он жил в этом Израиле, жил в этой стране, в этой земле, где-то все есть. И теперь вот мы видим со второго стиха описание, почему же ему так больно, почему же ему так горько, да. Посмотрите, второй стих. «Не става милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть». Вот, то есть, вот описание того, что произошло, происходило в те времена, да. Нет милосердных, нет правдивых. То есть понятно, да, что были такие, которые были правдивые, были такие, которые были милосердны, но их было настолько мало, да, что пророк говорит, что все, 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 все такие, да. Вы понимаете, да. Это мне напоминает очень слова пророка Ильи, да. Помните, когда был Ахав, да, и у него была жена Изавель, и они хотели убить пророка Илью, и Илья бежит, не знает, что ему делать, в сметении, в страхе, в ужасе. Да, он говорит, всех убили, нету никого больше, да. А Господь говорит, нет, есть, есть, ты их просто не знаешь, да. Есть остаток Израиля. И он говорит, да, пророку Ильи, да, что есть семь тысяч, которые не преклонили свои колены перед Ваалом, например, вот этим ханамским уже Богом, этим бесом. Вы понимаете, да. То есть мы видим, да, что всегда, когда кажется нам, что никого больше нет, да, только мы одни остались, да, есть еще. У Бога всегда есть свои люди. Понимаете. Это важный духовный урок, чтобы поддержать и укрепить нашу веру. Дальше, да, написано. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. То есть он продолжает описывать, да, вот этот рот вот этих злых людей, которыми он жил, которые он видел, которых он переживал, чтобы уметь. Начальник требует подарков. Вот такие начальники, да, и требуют подарков. Дальше. То есть то, что сегодня, да, судя за взятки, я думаю, это и сегодня бывает часто, в разных странах, в разных местах, да. Такое тоже происходит. Правильно? Дальше. А вельможи выказывают злые хотения души своей и извращают дело. Вельможи – это правители. Просто, чтобы мы понимали, да, на русском языке описано такого слова вообще не используем – вельможи. Такое более старое слово, но это правители, управители, лидеры, можно так сказать, да. И они что? Они сказывают злые хотения души своей, извращают дело. То есть нету справедливости, нету правды, зло процветает. Вот то, что описывает Прох Михей. Лучший из них, как терень, то есть как колючка, да, терень – это колючки. То есть представляете, лучшее из них – это как колючка. И справедливый – хуже колючей изгороди. Вот в кавычках, да, справедливый, в кавычках – лучший, понятно же, да. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, да. И вот тут интересный такой вот пророческий переход, вот описание этого злого общества, в котором он жил, так тому, что у Господа есть те, которые являются провозвестниками Божьими, да. То есть Божьими гвошатами, Божьи шофары, да, шофары – вот этот инструмент, да, в котором труба, в которую мы трубим, да. Вот этот образ – провозвестник, гвошатый, есть такие, и были, и будут, слава Господу. Ныне постигнет их что? Сметение. То есть смятение постигнет нечестивых. Вот что нам говорит Божье слово. И вот теперь важно очень правильно понять пятый стих. Потому что если вот так вот взять пятый стих вне контекста, то можно очень далеко уйти в неправильном направлении. Давайте еще раз прочитаем пятый стих. Не верьте другу, не полагайся на приятеля. От лежащей на лоне, тут кто-то лежащий на лоне, жена твоя, да, то есть от твоей жены стерги двери уст твоих. Тут мы можем остановиться сказать, как же это так, да. Что это может быть такое? Не верьте другу, а как написано, что любовь всему верит. Первая корида 13 глава, да, правильно? Мы читаем такое описание? Мы читаем. Потом не полагайся на приятеля, а как же, если у нас Бог там дает друзей, приятели, да, и мы, конечно, должны им доверять, в этом смысле полагаться. И как это можно от своей жены стеречь двери уст твоей, то есть не говорить ничего, скрывать что-то, молчать, да. То есть вот так вот, если прочитать этот стих сам по себе, Михея 7.5, у нас будет очень много вопросов, да, и мы станем какими-то очень подозрительными людьми. Мы не будем никому доверять, мы будем бояться вообще что-то кому-то сказать, даже самым близким и родным, вы понимаете, да? Но опять-таки контекст помогает нам понять, да. И когда мы читаем эти пятые стих в контексте, потом шестого и четвертого, да, то то, что тут говорится, это конкретная ситуация времени бедствия. Время бедствия, когда происходили расколы в семьях и в таких ситуациях и между даже друзьями, да, и вот в этих ситуациях, когда люди уже перестали доверять друг другу, и вот что, поэтому вот то, что тут написано, да, это не значит, что теперь мы должны никому не верить, не верить друзьям, что мы теперь не должны доверять приятелям, это не значит, что мы, муж должен скрываться от жены, жена от мужа, да, то есть абсолютно, мы же понимаем, да, что в высоких местах писания говорится о доверии, да, говорится о том, что любовь всему верит, любовь надеется, да, да, ну вот, прочитайте, 1 Кристос 13 глава, да, кажется, как бы контрастно с тем, что тут написано, да, но тут это, вот то, что тут описано, да, это вот именно конкретно та ситуация в админин Михея, и тогда действительно то, что было сказано пророкам, должно было, имело место быть, вы понимаете, да, то есть, но сегодня вот так вот теперь приметить и сказать, что теперь мы сегодня никому не должны доверять и тому подобное, и тому подобное, понятно, что это будет неправильное понимание, это будет непиблейское понимание, ну, так вот, я это вижу с вами, делюсь своими мыслями по этому вопросу. И вот теперь дальше стих шестой, это еще как бы больше укрепляет наше, ну, тоже более точно, что же тут Господь хочет сказать, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, знаете, какое себе описание, вот это да, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его, вот то, что было на тот момент, да, и поэтому-то, и то, поэтому мы видим вот такое вот, вот такие вот указания в пятом стихе, вы поняли, да, то есть надо этот пятый стих понимать именно вот в том, в той реальной тяжелой духовной ситуации, в которой был в то время Божий народ Израиля, да, и мы видим, да, вот эти интересные слова враги человеку домашние, вы помните, да, что эти слова сказал наш Спаситель Господь Иисус Христос, да, еще, Мащех, вы помните, да, он сказал эти слова где? В Евангелиях, вы помните, да, дословно, враги человеку домашние, и мы можем позадуматься, о, а может быть, это сам Господь как бы такое дал слово, вот нет, он конкретно ссылается на пророка Михея, вы понимаете, да, то есть, вот это выражение, да, оно оригинально не новозаветное, оно именно пророческое, вот здесь мы его находим первый раз в Библии, и когда уже в Евангелиях, да, это Господь ссылается на пророка Михея, что мы тоже поняли этот момент, да, враги человеку домашние, его, и такое бывает и сегодня, дорогие, да, бывает и сегодня, когда в семьях пророческое и домашние, такое тоже бывает, особенно там, где люди не исповедуют Писание, где люди не исповедуют Бога, где люди не, один верит в одно, другой верит в другое, да, а другой гонит другого, преследует другого, сколько таких случаев, сколько таких разных тяжелейших ситуаций, которые происходят во многих точках мира сегодня, поэтому это все релевантно, точно так же, как это и было во дни пророка Михея, то есть Божье Слово не устарело, друзья, Божье Слово остается истинным и правдивым, и оно действительно то, которое разделяет дух и душу, да, проникает до глубины нашего сердца, и теперь мы видим седьмого стиха, да, как уже вот такое вот слово от самого пророка Михея, да, то есть он вначале передал свою боль, горе мне, описал, что происходит в обществе, да, написал, что происходит в семье, и теперь он говорит такие слова Михея 7.7, а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, аминь, Бог мой услышит меня, аминь, слава Господу, то есть мы видим, да, что пророк Михея был таким человеком, да, который взирал на Господа, который взирал на Творца, который взирал на Всевышнего, и он знал, что нету надежды, ни на кого положиться, некому бежать только к единому Всевышнему Господу жизни, и он уповал на Бога спасения моего, вот это слово спасение, да, которое мы тут встречаем на иврите, вот этот же корень имени Ишуа, друзья дорогие, да, это же корень имени Ишуа, Иисус, да, йод щин айн, яша, яша, спасать, спасение, да, тот же самый корень здесь мы встречаем в библейском тексте, дорогие, Бог мой услышит меня, вот это вера, вот это дерзновение этого Божьего человека, дальше мы читаем и теперь мы читаем дальше такие слова не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня, пинь, вот это молитва, это молитва пророка Михея, мы как бы так привыкли думать, что вот если мы читаем пророка, значит там только пророчество, да, там есть и молитвы, там есть и псалмы, и вот эта молитва, молитва Божьего человека Михея, и он говорит, чтобы враги его не радовались, он может упасть, но он встанет, он может находиться во тьме, во мраке, но Бог есть его свет, Бог есть наш свет, да, мир, которым мы живем, он темный, тяжелый, греховный, злой, ничем не лучше, чем то, что было описано пророком Михеем, наверное, если пророк Михеем увидел сегодня то, что творится сегодня, наверное, бы еще больше ужаснулся, чем то, что было в одни тогда, те древние времена, диблейские времена, если сегодня, каждый день получают там имейлы, сообщения по электронной почте, что творится во многих американских, так называемых, церквях, которые фактически не церкви, а по Писанию, если говорить, сборище, сатанинские, которые приглашают разных непонятных средних полов, которые поют, которые учат детей, которые одеваются, страшно, ужас один, вся, вся вот эта мерзость, которая называется трансджендерство, это не мужчина, не женщина, это какое-то оно, да, это страшно, недавно вот там, слышал там, недалеко в парке гуляли, там была одна семья, и говорят, приятные очень люди, они сами, ну, по-моему, неверующие, по-моему, из Киргизии, по-моему, ну, как бы, ближе к мусульманству, ну, светские люди, ну, какие-то все-таки ценности, ну, такие человеческие, у них, слава Богу, есть, и они говорят, чему учит их мальчика, который ходит в школу в Чикаго, и у этого мальчика, по-моему, учитель, самый главный учитель в его классе, который трансгендер, и он говорит, что я не мужчина, я не женщина, он говорит, то есть он говорит, и не обращайтесь ко мне, он или она, представляете, он говорит, обращайтесь ко мне по имени они, вот, вот, вот какое страшное зло, и он говорит, что как бы в нем раздвоение происходит, представляете, да, кто это они, которые живут в этом несчастном человеке, Какая гвардия-легион дьявола, бесов, которые мучают эту душу, и которые они развратили, развратился и извратился. И такие люди вообще имеют доступ вообще в систему образования, в школы. Представляете себе, какая, какая, просто вопиет, вопиет, вопиет Бога. Вот это даже здравому просто рассудку не подается, что сегодня делается. И ты таких вот, непонятно кого, таких еще в церкви так называемых приглашений. Если бы не знали, что пророки бы сказали, если бы видели бы такое, такого бы, такого, наверное, вообще не знаю, чтобы они как бы не отреагировали на это все зло. И теперь мы видим дальше, что говорил пророк Михей 7-го, 9-го стиха. «Гнев Господень я буду нести», да, то есть пророк говорит, да, что он готов нести на себе как бы Божье наказание. «Гнев Господень буду нести», потому что согрешил пред ним, таколь он не решит дело моего, не совершит суда надо мною. Очень интересный момент, да, тут с одной стороны пророк Михей обличает своих соплеменников за их грехи, а с другой стороны он признает, да, что он тоже согрешил в чем-то перед Богом. И это очень хороший пример духовный для нас, да, когда мы кого-то хотим обличить, бывает нужно обличить, бывает это справедливо, это нужно сказать, обличить, поправить человека. Это нормально, написано, обличайте, Божье слово говорит, да, но в то же самое время, когда вот мы кого-то обличаем, да, посмотреть тоже и на себя, подумать, где, в чем у меня есть проблемы, в чем мне нужно каяться, в чем мне нужно исповедоваться, да. Я думаю, это тоже очень важный духовный библейский принцип, который мы тоже должны иметь в виду. И он, Михей уповал на Господа, и он знал, что он решит его дело и совершит его суд, и он выведет его на свет, и он видит правду его, представляете себе, да, пророк увидит правду Господнюю, правду Всевышнего, Аллилуйя. Какое замечательное Божье откровение, которое нам дает тут Адонай, Всевышний Бог, Бог Яхвы, Бог Израиля. Теперь мы дальше читаем такие слова, да, и опять вот этот мотив света, да, Бог не есть мой свет, он выведет меня на свет, да, то есть тяга человека к свету. Стих 10, и увидит это неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой, да. Это как часто, да, люди, которые враги Божьи, говорят, а где же твой Бог, да, где же он, где же он, да, с таким упреком, как бы хотят, как бы, уколоть человека, да. И вот то придет время, когда стыд покроет таких людей, насмотрятся на нее глаза мои, да, на неприятельницу, как она будет попираемо подобной грязи на улицах. Как бы Божье возмездие придет на такую неприятельницу. Стих 11, и в день сооружения стен твоих в этот день отдалится определение. Да, вот очень интересный стих. Очень-очень интересный стих, что же тут, а пророк, что же Господь пытается сказать через пророка, как это правильно понять? День сооружения стен твоих. Стен кого, да? Ну, можно понять, может быть, стен Юр-Мусалима, или, может быть, стен вообще, как бы, там, из других всех городов, да. То есть, когда сооружаются стены, для чего? Стены, да, для защиты города, правильно? То есть, защиты от врагов. В этот день отдалится определение. Тоже интересное выражение, что это значит, в этот день отдалится определение. В какое определение? Да, Божье определение, Божий суд, что-то должно отдалиться. Возможно, у меня есть просто такая вот мысль, да, я не утверждаю, значит, что все сто процентов у кого-то есть еще какое-то интересное понимание этого текста. Но я думаю, что, может быть, здесь пророк Михейн говорит уже о будущем Юр-Мусалима, да, после его наказания, после его опустошения вавилонянами, которое произойдет, произойдет же его восстановление, да. Мы читаем об этом в книге Кьезра, Немия, Парапомена, да, что будет восстановление, было восстановление второго храма Иерусалима. И может быть, да, что как бы пророк смотрит на будущее, имеет тут вот этот период времени, когда будет восстановление стен города, да, и в этот день отдалится определение. То есть этот день, как бы, может быть, имеется в виду, что определение Божьего суда как бы станет отдаленнее. Бог еще милует, 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 еще дает время. Вот так я предлагаю, может, у кого-то есть еще другое понимание, толкование этого стиха, пожалуйста, сможете поделиться, сказать потом. И в тот день, стих 12, придут к тебе из Ассирии, да, то есть это из, да, северно, да, северней Израиле, да, народ Ассирии и городов египетских, это уже из юга, да, север, юг, и от Египта и до реки Ефрата, то есть как бы весь, как бы, ближний восток, и от моря до моря, и от горы до горы, да. То есть мы видим, да, в тот день придут к тебе из Ассирии, то есть придут к тебе, да, ну, какой-то этот день, да, какой-то этот день, может, ну, я рассматриваю конкретно вот такое место, писание, как эсхатологическое, как будущее пророчества, да, то есть будет еще время, когда будет спасение Израиля, мы это знаем, когда Ишуа, Мащех, Иисус Христос вернется вновь, да, многие его встанут на горе Леонской, говорит Захария, правильно, и вот тогда действительно народы потекут. Со всех народов потекут поклоняться Богу в Иерусалиме, так я вижу здесь, так я думаю, это можно понять, это пророческое слово, особенно вот это выражение в тот день, да, оно очень такое, как бы, пророческо-эсхатологический термин, который указывает на более отдаленное будущее. Дальше стих 13, а земля та будет пустынью за вину жителей ее из-за плоды деяний их, да, то есть опять, как бы, говорится здесь о Божьем наказании. И теперь стих 14, стих 14, стих 14, вот это уже точно уже молитва, еще одна молитва пророка Михея, да, как он здесь молится Господу, посмотрите, что он говорит. Вот такие слова стих 14, паси народ твой, какие-то глубокие слова, паси, почему паси, потому что Бог есть наш добрый пастырь, да, а его народ – это его овцы, это его овцы, да. Мы овцы Божьи, мы овцы Господни, да, а он есть наш добрый пастырь, да, помните, что Господь сказал Иоанна 10-го, я есть им добрый пастырь. Паси народ твой жезвом твоим, Михея молится Господу, овец наследия твоего, говорит он, конечно, тут в израильском народе, обитающих уединенную в лесу среди кормила, то есть кормил, да, кормил, да, кормил. Гора Кормиль на севере Израиля, жил там, город Хайфа современный, там, не знаю, гора Кормил, то есть север Израиля, да, то есть как бы богословение как бы на вот, на кормил, на вот этот лес, на вот эту часть страны. Да, пасутся они на Васане, Васан, что такое Васан, друзья, дорогие, это Башан, на еврейском написано Башан, Башан – это сегодня территория голландских высот, тоже на севере Израиля, голландские высоты, неподалеку от озера Генесарецкого, да, Кенерет, который называется Кенерет, то есть вот эта территория земли Башан или Васан. Дальше и Гаваат, Гаваат – это тоже как бы север Ярдании, сегодняшняя современная территория север Ярдании, может быть, немножко захватывает территорию Сирии, голландские высоты, вот этот весь как бы кусочек земли, да, как во дни древние, да, то есть мы видим, да, что пророк молится, чтобы Господь был добрым пастырем своего народа, да, чтобы они приняли вот доброго вот этого пастыря, который будет пасти свой народ. Дальше. «Как во дни исхода твоего из земли египетской, я явлю ему дивные дела, аминь». И тут как бы интересный переход такой, да, стих 14 – это молитва Михея к Богу, а стих 15, да, это Божий ответ. Представляете себе, да, какая интересная структура, как интересно пророчество тут написано, да, в начале молитва сразу же Бог отвечает на эту молитву. Интересно, да, и не везде у пророков мы такое видим. Такой интересный момент. Он молится, и Господь вот что отвечает, да, и Господь говорит, да, я буду пасти мой народ, как это было в «Одни исхода», да, читайте Библию, дорогие, да, книга «Исход», вторая книга Библии, вторая книга Торы, да, как Бог вывел еврейский народ рукою Моисея и Аарона из Египта, да, как добрый пастыр, чудом, чудом вывел их. И он действительно явил им дивные дела. Даже увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, то есть они ничего не смогут сказать, они будут в изумлении от Божьих чудных дел. Уши их сделаются глухими. Вот такое описание, которое тут мы видим пророка Михея. Стих 17. Будут лизать прах, как змея, как черви земные, выползут они из укреплений своих. Да, то есть такое как бы тоже произношение, в общем, как бы суда на эти народы, нечестивые народы. Устрашаться Господа Бога нашего и убояться тебя. Да, вот что говорит Писание, да, устрашаться Господа Бога нашего. Верно, да? То есть тут говорится в общем страхе, да, то есть они придут в изумление и ничего не смогут уже больше сказать. Стих 18, вот и опять как бы мы видим стихи с 18 по 20, это уже опять как бы молитва Михея и Псалом одновременно. Так я вижу здесь молитва и Псалом. И вот что мы читаем в этой молитве в Псалме. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего?» Аминь. Какое замечательное слово, да? То есть кто такой наш Господь? Кто такой наш Бог? Яхабы, Господь Единый, Отец, Сын, Дух Святой, Единый Бог. Один и Един. И Он есть, вот этот Бог, который прощает наши беззакония. Он есть, который не вменяет наши преступления. И тут в конце упоминается остаток наследия Божьего. Что это за остаток наследия? Это есть остаток Израиля. Чем это говорит? Это говорит о том, что у Бога всегда был остаток верных людей из еврейского народа. Всегда это было так. Хочу просто обратить наше внимание на послание апостола Павла к Римлянам, 11 глава, где апостол Павел очень важный, тоже говорит, подчеркивает это. Посмотрите, дорогие, пожалуйста. Римлянам, 11 глава. Римлянам, 11 глава. Итак, с первого стиха. Итак, спрашиваю, апостол Павел пишет в верующем городе Рим и говорит, и так спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ свой? Никак. Видите? То есть Бог не отверг еврейский народ. Не отверг. То есть насколько это может быть тяжело кому-то это воспринять, он их не отверг. Теперь дальше. И теперь Павел говорит о себе, ибо и я, израильтянин, от семени Авраама, из колена Виньяминова. Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Второй раз он об этом говорит. Не отверг. Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Ильи, то есть про Илья, да, которого мы знаем. Как он жалуется Богу на Израиле, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и мои души ищут. Что же, говорит ему Божий, Божеский ответ. Я соблю себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед Баамом. Семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед Баамом. Вот это и остаток Израиля. Он был и он есть и сегодня. Слава Богу. Теперь стих пятый. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. И сегодня об остатке Израиля, дорогие братья и сестры, вы не услышите многих проповедей. Вы не услышите многих пресвятеров. Конечно, слава Богу, есть где-то кто-то об этом говорит, где-то кто-то получает откровение, да. Но это достаточно такое непопулярное учение, непопулярная тема для проповеди. А это неотъемлемая часть Евангелия, друзья. Это неотъемлемая часть библийского откровения уже в Новом Завете. И мы видим опять единство Писания. Мы видим, как то, что пророк молится к Михею, 7 глава, 8 стих, говорит об остатке наследия, да. И тут апостол Павел говорит тоже по вдохновению от Бога об остатке по избранию благодати, да. Обратите на это внимание, друзья. Один и тот же Господь, одна и та же истина. Устами пророков и апостолов. И мы должны это принять и благодарить, и вникать в это слово, в это учение, друзья. Вторая часть 18 стиха. «Не вечно гневается Он, имеется в виду Господь Бог, не вечно гневается Он, потому что любит миловать. И Он меня милует, и Он нас всех милует, и прощает, и милует, и ставит на ноги, и не оставляет». Стих 19. «Он опять умилосердится над нами. Какая глубокая надежда пророка Михея, какая вера. Он верил, что Всевышний умилосердится над своим народом и сгладит беззакония наши. Ты вернешь в пучину, то есть в пучину морскую, все грехи наши». Какое обетование. Слава Господу через Господа Ишуа Мащеха, Иисуса Христа. Действительно, через Его Голговскую жертву, через его кровь, которую Он пролил на Голговском кресте, Бог вверг в пучину морскую все наши грехи сегодня. Слава Богу. И завершение, да, какое вот завершение. Вот просто вникните, вот, 20 стих, Михея 7, 20. «Ты явишь верность Якову, милость Аврааму, которую склятвую обещал отцам нашим от дней первых». Какое Божье слово, да? Вот это провозглашение веры, что действительно Бог еще явит верность Якову, милость Аврааму, Яков Авраам, да, про отцы израильского народа Аврааму, Исааку, Якова. Бог продолжает называться Господом Богом Авраама, Исаака, Якова. Представляете себе? И Он склятвую обещал отцам нашим с одней первых. И вот этот 20 стих, это вот такое вот сильное духовное провозглашение в духовном мире, да, которое просто ставит все точки над ним. И какой это замечательный ответ всем тем, которые еще со времен апостолов, с первой канашеры до сегодняшнего времени, которые говорят, что Бог, Он уже больше не являл и не явит верность израильскому народу. Все, Он их выкинул, они отвергли Христа, Он с ними закончился. Как же можно так утверждать, когда Божье слово говорит иное? Да даст нам Господь крепости, мудрости, силы, как Провог и Михею, говорить слово, жить, держаться у нашего Господа, который любит, милует, прощает и не оставляет нас. Слава Ему. Аминь. Вот такие мои размышления, друзья, дорогие, по вот этой седьмой главе, что сказать, Евангелие от Михея. Это фактически Евангелие от Михея, да. Да, это пророчество от Михея, то есть Евангелие, пророчество, это Божье слово, добрая весть, действительно, добрая весть для всех грешников. Понятно, что исторически это было дано для израильского народа, но все это откровение и нам, к нам обращено, и нам Господь говорит через него и милует, и прощает, и помогает, и не оставляет. Слава Богу, вот и так мы завершили еще одну пророческую книгу вместе, дорогие, так что мы идем, продвигаемся, и слава Господу за это Божье слово. Пожалуйста, если, может быть, у кого-то есть какое-то дополнение или вопрос, не стесняйтесь, пожалуйста. Галя. Геляль, пожалуйста. Спасибо. Вот я просто хотел, интересный такой момент я заметил, что вот в 14, два момента, в 14 стихе, где говорится, что паси народ твой, жезлом твоим овец, наследие твоего обитающих уединенно в лесу среди Кармила, да пасутся они на Васане и Галаде, как во дни древние. То есть, такое, в общем-то, пророчество своеобразное. Мы видим, что сегодня все эти места вокруг горы Кармеля и область на востоке, к востоку, как ты сказал, от Иордана, этот Басан, и Галад, это, если я помню, это за Иорданская такая область, да, и вот эти все места, они сегодня, в общем-то, ну, очень красивые и очень-очень плодородные. И вот в то время, например, Кармель, такое нарицательное значение, это было сад. То есть, он говорит, как бы, паси народ мой, где? В саду. Вот как бы, да? Еще тут Эдем вспоминается, что он как бы говорит, паси в этих местах замечательных, на этой плодородной почве. И что мы видим, что Израиль сегодня чудом, чудом воскресший из пепла и имеющий такое необыкновенную красоту, и, можно сказать, в пустыне, в пустыне рожденные города и там эти все эти красивейшие места, да? Очень много лесов, полей, рек. Как говорилось в песне «Широка страна моя родная», много в ней лесов, полей и рек, то здесь в Израиле сегодня много лесов, полей и рек. И вот он призывает, призывает пасить в этом месте народ свой. И вот интересно, что в 19 стихе я увидел, на что опираются ортодоксальные евреи. Поразительно. Ты уже понимаешь, о чем я буду говорить, да? Когда этот нехороший, я считаю, такой традиционный, когда они подходят к воде и вынимают карманы, да, и вот так выбрасывают вроде бы воду в морскую или там в воду вот эти грехи, но это так тут же образно говорится, да? Тут аллегория потрясающая. Как можно так взять и с кармана выбросить грехи в морскую пучину, да? То есть Господь только может, как ты сказал, через кровь изгладить эти грехи, но не так просто взять и выбросить с карманов их. Ну, это как детский сад какой-то, как крутить курицу над головой. Это тоже это разве такое прощение грехов во время емки порок, крутить курицу, чтобы кровь разливалась по всему вокруг тебя на там 5-10 метров, но это ужас какой-то. Вот. Вот это я хотел сказать. Спасибо. Извиняюсь, у меня тяжело мне говорить. Простите. Спасибо большое, Гиллер. Спасибо. Спасибо за интересные моменты, которые вы обратили внимание. Спасибо. Есть ли у кого-то еще или вопрос или дополнение по этой главе или может что-то из предыдущих вапу Михей, то, что мы разбирали и кто-то хочет что-то понять для себя лучше. Пожалуйста, если есть кого-то. Ну, если нет, значит, более-менее понятно. Это тоже хорошо, замечательно. Большое всем спасибо. Слава Богу за это слово, которое мы сегодня смогли изучить, понять, вникнуть. Давайте сейчас мы помолимся, возблагодарим Господа и попросим Божьего благословения на этот вечер. Давайте сейчас будем молиться, дорогие, и, может быть, если кто-то желает из присутствующих помолиться, в завершении поблагодарить. Пожалуйста, если кто-то желает. Знаю, что сегодня тоже с нами брат Ян. Брат Ян, если у тебя есть такая возможность и желание, пожалуйста, тоже будем очень-очень рады. Ну, хорошо, если так, пока никого нету. Давайте тогда возблагодарим нашего небесного Отца за это слово, которое мы сегодня получили, которое должно коснуться нашего сердца, нашей жизни. Давайте сейчас помолимся. Господь, наш святой Израилев, мы благодарны тебе, Адонай, Эруим, все вышли над всей землею, Бог Авраама, Исаак и Яков, слава тебе, вечная хвала за пророка твоего Михея, Господь, за семь глав, которые мы могли изучить, понять, вникнуть, Господь, за всю глубину, Господи, этого откровения для нашей жизни, тебе вечная слава, хвала и честь. Помоги нам, Господи, не быть равнодушными, Господи, к тому, что происходит, где мы живем. Дай нам, Господи, говорить правду, дай нам, Господи, говорить истину твою. Помоги нам, Боже, всемогущей нашей духовной брани против сил дьявола, Господь. Дай нам защиту твою, помощь твою. Поддержи всех, кто пришел сегодня на это собрание, особенно нового нашего друга, брата Яна и всех других, Господи, также, кого нет сегодня среди нас сегодня в этот вечер, да будет твоя добрая рука над нами, да будет нам доброй, хорошей, доброй недели, конца, богосповенного конца этого месяца ноября. Слава вечная, единый Бог, Святой Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Аминь. Аминь. Маме.